Дима, приветствую тебя. Доброе утро, доброе. Очередной эфир, уже третий у нас по счету. Большое тебе спасибо, что откликнулся, когда-то в свое время подключился к нашему подобному формату общения. Очень приятно и интересно слушать твою позицию. Классно стелешь по технике. Я думаю, что по отзывам сам все прекрасно видел. Я думаю, что нужно продолжать, тем более, что действительно очень нравится то, как ты обрисовываешь перспективы инструментов. Поэтому, если не против, мы можем, скажем, сделать наши пятничные эфиры уже постоянной рубрикой. И, конечно же, по твоему свободному времени продолжать развиваться в этом направлении. Ты как смотришь? Я только за, да, спасибо за приятные слова. Но единственное, что я хотел бы это, наверное, перенести больше на январь, потому что сейчас праздник, и что-то загадывать наперед было бы неправильно. Конечно, конечно. Лучше уже после праздника как-то сформировать график, потому что сейчас будет некорректно, я думаю. Без проблем, без проблем. Я думаю, что, ну, поскольку следующая пятница – это фактически день не торговый, то, наверное, в этом году это третья по счету и последняя встреча, когда действительно уже вернемся к нашему с тобой эфиру и формату в новом году. Ну, ладно, давай посмотрим, что у нас в моменте на финансовых рынках. Небольшую вводную возьму, лирическое отступление в плане фундамента. За тот недельный период времени, который прошел с нашего с тобой последнего эфира на финансовых рынках, ну, не то чтобы многое изменилось. Просто те тренды, которые ранее сложились, они стали развиваться более активно, более динамично. Тренды были определены в свое время очень правильно. Это тренд ослабления курса американского доллара по ряду фундаментальных причин. Мягкой монетарной политики, ожидания мер стимулирования от Конгресса, слабой статистики, ситуации с ковидом, низких показателей доходности американских облигаций. И вот за последнюю неделю, можно даже сказать, что не только за последнюю неделю, но преимущественно вот за последние дни, когда прошло заседание Федрезерва, мы получили установку о том, что американский регулятор будет и дальше придерживаться исключительно мягкой монетарной политики, программы количественного смягчения на 120 ярдов, сроки увеличены, готов ФРС вмешиваться, если того будет требовать ситуация, еще более активными мерами. Ну, наверное, самое главное, я на своих бритниках рассказывал, что мы услышали и получили в качестве подтверждения, то, что ФРС не будет повышать процентную ставку. Друзья, это самый главный ответ на вопрос, если такой вопрос вас интересует, что долгосрочно будет происходить с долларом? При неготовности американского регулятора менять процентную ставку, ее повышать, доллар расти не будет. Поэтому давай начнем сегодня с меня, если ты не против. Хорошо, да. Так. Друзья, сейчас на ваших экранах графики, давайте перейдем к индексу американской валюты. Этот инструмент я комментирую довольно-таки давно, начинали с очень высоких значений, сейчас уже индекс доллара 89,81. И, на самом деле, сейчас вся динамика доллара развивается на довольно мощном таком фундаментальном заряде, потому что в любой момент на рынок может прийти новость о том, что Конгресс США принял пакет фискальных стимулов. Причем это может быть потенциальный фонд на 750-900 миллиардов долларов. Наверное, не важно реально, какая цифра будет уже итоговой. Важно то, что это только начало, тем более, что даже Байден прокомментировал, что нужно сделать сейчас первый взнос, хотя бы на сколько-то, чтобы помочь тем, кто оказался без работы, тем более, что ситуация на рынке труда просто катастрофическая. В частности, вчерашний отчет по заявкам на пособия по безработице показал, что реальное общее количество обращений за пособиями снова приближается к одному миллиону. Это тотальная фиаско. Все, что американская экономика пыталась закрыть в плане такого фундаментального пробела весь 2020 год, пандемичный пробел, я имею в виду, им это не удалось сделать, и мы сейчас вернулись к жутким показателям самого начала 2020 года. И дальше будет только хуже. Короче, в сухом остатке получается, что индекс доллара – это справедливые значения для него, друзья. Если вы хотите получить сделку, которая, вот как мы уже с Димой прокомментировали, следующая встреча будет в новом году, если вы хотите получить сделку, которая плавно перекочует с этого года на следующий, пожалуйста, продавайте индекс доллара. Тем более, что даже по версии многих инвестбанков, следующая остановка – это 88 пунктов минимума 2018 года, и потом уже пойдем вообще на обновление исторических минимумов. Так, в прошлый раз также мы с тобой разбирали евро против доллара, отмечали единогласно, кстати, что европейская валюта будет расти. Абсолютно правы, тем более, что причин для этого было достаточно. Сейчас котировки по паре евро-доллар 1.2259, и я придерживаюсь еще такого крайне амбициозного сценария того, что этот тандем активов доберется до сопротивления 1.25. Я его, правда, скопировал, этот сценарий, это не моя идея, это идея сити. У меня субъективные цели поскромнее – это 1.23-1.2350. Но я все-таки думаю, что при таком росте, как мы видим сейчас, евро реально может на остаточном эффекте вот этого рождественского ралли долететь до такой мощной высоты. И произойдет ли это, все зависит от того, насколько сейчас поторопится с мерами стимулирования Конгресс. Если будет решение, например, сегодня до закрытия сессии, либо уже на следующей неделе, точно бакс еще больше притопит, учитывая то, что евро, доллар и индекс американской валюты – это две синхронные, по сути, два синхронных инструмента, которые показывают идентичную динамику, но, разумеется, только с реверсом, то у евро-доллара будет причина для дальнейшего роста. И еще я хотел обратить внимание на золото. Тоже эта идея связана с тем, что происходит с долларом. Сейчас идет коррекция 1880 долларов за унцию. Друзья, тоже, если превратить золото в долгосрочную сделку, считайте, что коррекция в районе 1850-1860 – это вам рождественский подарок – закупиться этим инструментом и ждать уже перехая выше отметки 1900-1950. Тоже на своих брифингах я рассказывал, что сейчас интерес к золоту обусловлен тем, что в американскую экономику собираются влить очень много денег. И произойдет это совсем скоро. Короче, покупаем золото, продаем индекс доллара и ставим на дальнейший рост пары евро-доллар. Дима, тебе передаю слово. Одну секундочку, тогда я подключу экран. А видно ли, подскажите, экран? Да, 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 уже все видно. Смотрите, я полностью согласен касательно золота, но для меня более, как по технике, интересен инструмент серебро. Он коррелирует с ним, да, но здесь картинка еще более интереснее, чем на золоте. Смотрите, у нас был канал, в котором мы начинали торговаться еще с сентября до конца. То есть была собрана позиция, которая сейчас реализуется, скорее всего, выходом наверх. Единственное, что меня смущает, поддержка все красиво, да, вверх тоже канала четкие границы, все видно. Единственное, подошли на очень больших барах. То есть я бы давал, как сказать, такую рекомендацию, не очень жесткую, объясню сейчас как. Смотрите, если мы сегодняшним днем закрываемся все-таки выше, это хорошее подтверждение тому, что все-таки выход у нас выходит вверх, да. Да, что и подкрепляет слова, которые сказаны были ранее, что золото тоже очень смотрится неплохо. Серебро вместе за ним подтянется. Но если мы закрываемся ниже, все-таки так как мы подошли на больших барах, это не очень хорошо. Если бы медленно мы проторговались, это больше было бы к пробитию. Сейчас это больше похоже, как будто обратно будет тестирование. Но смотрится очень хорошо. Поэтому серебро, я оставляю рекомендацию покупку, но будьте очень осторожны. Если закрытие все-таки произойдет ниже, то могут опять нас в этот канал загнать, и крупный игрок будет добирать позицию далее. Очень неплохая ситуация по доллар-рубль. Если кто-то торгует, да, я как торгую, я за этим инструментом слежу, я вам дам некую тоже рекомендацию. И смотрите, у нас очень большой уже слив был, прошли довольно внушительно, тоже очень красивое движение такое. Сейчас мы стали тоже в некоторый боковик, запил, да, можно так сказать, ни туда, ни сюда мы не идем. Но так как доллар-рубль очень коррелирует с золотом, да, то мы можем предположить, что выход все-таки будет все равно ниже, и доллар-рубль продолжит свое движение. Поэтому если склоняться больше к тому предыдущей рекомендации, что серебро смотрится вверх, золото у нас смотрится вверх, то сугубо из прошлых наблюдений, да, можно сказать, что выход из этого боковика должен быть вниз. Но будьте осторожны. То есть вот я очертил границы этого боковика. То есть любое закрепление ниже 73,5, да, это будет обозначать, что мы идем еще ниже. То есть вся эта позиция, которая вот здесь копилась в таком канале, собиралась на продолжение движения. То есть крупный игрок просто удерживал инструменты от похода наверх. Это что касается рекомендаций по доллар-рубль. И также хотел просто для себя закрепить, да, что все-таки мы оказались правы, да, по евро-доллару. Все-таки выход вышел, вышли мы выше, да, вот этой линии сопротивления. И сейчас смотримся также на укрепление евро-доллара. Поэтому любое обновление максимума, естественно, для вас будет хорошим обозначением того, что следует инструмент покупать, да, потому что на рынке, как мы знаем, не бывает слишком дешево или слишком дорого. Вот. Это что касается вот таких рекомендаций на сегодняшний день. Ну что, спасибо тебе. Наблюдаем, следим. Я думаю, что в следующий раз уже в новом году нам точно будет итоги чего подвести, потому что к следующему нашему эфиру на финансовых рынках, скорее всего, уже все отгремит, уже все отшатает в плане событий. И мы увидим, конечно же, инструменты на совершенно иных значениях и уровнях, нежели чем сейчас. Поэтому спасибо тебе за то, что подключился. Хороший тебе тоже за неделю. Единственное, что бы еще хотел добавить, что так как уже мы встретимся в новом году, пожелать всем хорошего настроения, да, хороших праздников, поздравить с наступающим уже некоторых, да, трейдеров. Надеюсь, что у вас этот год был прибыльным, потому что движения были довольно солидными, да. Если вам не удалось поучаствовать, не переживайте, это только начало, потому что только идет восстановление, вы видите, что все идет на перехай, да, американский рынок, а Россия, да, подтягивается. Поэтому не переживайте, я думаю, что в новом году нас еще порадуют хорошими движениями. Дима, спасибо тебе за такой оптимистичный комментарий. Я думаю, что ты, наверное, первым, кто начал поздравлять уже с предстоящими новогодними праздниками. Спасибо тебе. Да, спасибо. Ну и тебя тоже тогда. С наступающим. Классно провести новогоднее время, отметить этот праздник, и увидимся уже в новом году. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Счастливо. Спасибо. Спасибо.